Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня долгожданное видео для вас. Вы просили. Проблема наболевшая. Это вросший ноготь. Будем выполнять педикюр, но без инструментов, без помощников мне не справиться с этой задачей. Я заказывала инструмент в интернет-магазине имкосметик. Эту посылку я показывала вам в сториз в своем инстаграме. Маленький спойлер был, а сейчас покажу все детально. В посылке находятся диски для смарт-педикюра. Это металлическая основа размера М. Это средняя по размеру основа. И одноразовые диски для нее файлы. Одни файлы пришли в коробке 50 штук 80 грит. Это грубый абразив. Они на клеевой основе, просто клеятся и очень удобно их использовать как одноразовые. А второй набор 180 грит пришел в пакете. Тоже 50 штук. Дальше фреза для педикюра. Абразив средней грубости, усеченный конус, но принцип действия как у бочонка брала для среза длины ногтей. Далее инструмент выбрала я от Stalix, потому что правильных кусачек для вросшего ногтя не так уж и много. Эти кусачки имеют длинное, острое и самое главное тонкое полотно для того, чтобы безболезненно вырезать врастающие углы ногти. Я попала четко с первого раза в удачную модель. Длина полотна 16 миллиметров. Это то, что нужно в самый раз. Кюретка или тампонодержатель у стоматологов называется тоже от Stalix. Правильный сгиб усиков. В разные стороны смотрят, чтобы можно было прочищать боковые пазухи с обеих сторон. Усики не слишком толстые, поэтому тоже отлично подойдут для педикюра. С тяжелой артиллерией это все. И дальше в посылке свеча для ухода за кожей. Выбирая эту новинку на сайте, я была уверена, что это просто интригующее название. Но нет в баночке реально свеча. Ее нужно поджигать и растопленными маслами делать массаж пальчиков и всех рук. Можно воспользоваться и кремом, по старинке так сказать. Но я уверена, что такая свеча создаст вау эффект на клиента. При этом в кабинете будет пахнуть очень приятным ароматом ненавязчивым. Можно сказать, что это спа терапия. Дальше в посылке гель-лаки. Так как тема видео про педикюр, то и гель-лаки для педикюра. А как это и в чем разница? Да вот в чем. Серия гель-лаков от Blume под элайн можно наносить без базы и топа. Однофазники такие называют. Это ускоряет и момент покрытия и облегчает ногти от тяжелого материала. А покрытие на ногах, как мы знаем, держится великолепно. Поэтому за стойкость я тоже не переживаю. Цвета есть, как и полупрозрачные, они не плешивые. Это так задумано производителем. Но клиенты не любят такое покрытие на ногах. Любая пылинка видна. Они больше предпочитают даже если пастельные, то все равно плотные цвета. И такие лаки в этой коллекции тоже есть. Причем они плотные с одного слоя. Из посылки это все. Но слышали ли вы, что им косметик запустили маникюрный клуб? Это закрытый телеграм-канал, в который постят самую ценную информацию для мастеров маникюра. Проводят закрытые прямые эфиры, разные обучалки. А также все еще можно и обсудить с такими же мастерами, как и вы, в специальном чате. И спросить совета по любому вопросу. Ссылка будет в описании и на телеграм-канал, и на инструменты, которыми я буду пользоваться. Вот такой вот пальчик у меня сегодня для видео. Это девушка 17 лет, которая приходит вместе с мамой на маникюр. В последний визит она пожаловалась на постоянную боль при ходьбе на протяжении всего времени своей жизни. Ну, вот так вот мне передали. Так как я прошла курсы по педикюру со сложностями, я решила, конечно же, помочь. И небольшое отступление. Перчатки у меня выпачканы в прополис, потому что я работала только что с пальчиком на другой ноге. Но решила снять для вас вот этот пальчик. Все, что нужно в этом случае, это вырезать часть ногтя, которая давит в кожу. Потому что от того, что ноготь давит в кожу, начинаются воспаления боковых валиков и загноения, даже в некоторых случаях. Случаи на этом пальчики не запущены, поэтому кусачками для вросшего ногтя я вырезаю аккуратно часть ногтя, двигая кусачками по касательной. То есть, срезая ноготь больше у свободного края и сходить по диагонали на нет в глубине. Это абсолютно не больно для клиента. После среза ногтя я кюреткой вычищаю забитую кожу бокового валика, потому что забитая кожа, утрамбованная в этих местах, также является причиной давления. Теперь видно, что ноготь приподнят от кожи и на нее больше нет давления. В случае, если клиент вырезает сам себе эти углы, допускается множество ошибок. В частности, от того, что плохо видно, что там происходит, клиенты обрезают зачастую много лишнего или самое частое, это выкусывание ногтя под слишком резким углом. Если мы посмотрим на ноготь в плоскости, то вот что чаще всего делает клиент. Он вот так вот выщипывает резким наклоном режущего инструмента вот такие вот углы, ну либо же скругляет это потом в овал, неважно. Смотрите, что остается в валике, что зачастую не видно, потому что боковые валики достаточно объемные у нас на ногах и они прикрывают эти части ногтей. В валике остается острый угол, который под нагрузком и давлением всего тела врастает в мягкие ткани. Тем самым клиент сам себе может навредить очень сильно. Но с профессиональными кусачками и определенными знаниями мы вырезаем ноготь под плавным углом, в глубине не оставляя никаких углов и возможности как-то давить и врезаться в мягкие ткани. Эти ноготки я покрывать ничем не буду, положу только тампончики, пропитанные в прополисы против воспаления и отправлю так домой. От клиентки я услышала самые приятные слова для мастера. Она сказала, что ей никогда за 17 лет не было так свободно и не больно наступать на ноги. Спустя пару дней она достала тампонаду и она, точнее ее мама написала, что стало намного легче и воспаление сошло. Вот такая вот история. Но так как хочется в работе посмотреть еще и на другие материалы и инструмент, которые я получила в посылке, то я, пожалуй, продолжу уже на другой модели. Я думаю, вы тоже не против. Итак, педикюр смарт-дисками. Я очень люблю такие материалы и инструменты, для которых не нужно пересматривать тонну информации, чтобы нормально работать. И диск это один из тех вариантов. Я просто взяла, наклеила абразив, включила обороты и начала работать. Из нюансов. Обороты должны быть невысокими, иначе диск как будто бы присасывается к коже. Работать нужно не всей плоскостью диска, а только краем. При этом нужно держать диск под наклоном, но не с сильным наклоном, чтобы краем файла не резать кожу. И вот таким вот методом работаю грубым абразивом в тех местах, где есть натоптыши. Затем меняю абразив на 180 грит и зашлифовываю все места, чтобы кожа не шелушилась, не бралась за усинчиками и была очень гладкой. Под конец работы я поняла, что рука устает то ли от непривычки, то ли неудобно. И мне показалось, что процесс с дисками идет дольше, чем с колпачками. По сути, и то, и то одноразовая продукция, только основа для дисков намного дороже, чем для колпачков. Пишите в комментариях, какую разницу в работе с дисками вы замечали или не замечали, и вообще какие преимущества вы отметили. Я вижу, что и там, и там результат может быть хороший. Со стопой мы закончили. По поводу мозоли на мизинчике, это те же ножки, что и в этом видео. И многие ждали, что я в том видео начну убирать каким-то образом мозоль. На самом деле, такая мозоль проходит самостоятельно, так как клиентка сейчас в отпуске и не ходит уже долгое время в берцах. Мозоль постепенно проходит. Все, что я могу сделать, это пошлифовать растрепанную кожу в этом месте. Больше ничего. По поводу покрытия. Я, как и говорила, не сомневаюсь в стойкости однофазников на педикюре. Но на автомате нанесла базу. Это, видимо, усталость под конец дня. Но лак я оставила в один слой. Он меня порадовал своей плотностью и насыщенностью с одного слоя. И, собственно, у меня на этом все. Вот такое видео получилось. Ставьте пальчик вверх обязательно, чтобы я понимала, нужны ли такие видео. А я всем желаю творческих успехов и до скорой встречи в новых видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok